всем привет меня зовут илья и в этом видеоролике дорогие друзья мы с вами разберемся как же строить свои долгие и плодотворные взаимоотношения с барабанщиком если вы бас-гитарист многие музыканты бас-гитаристы занимаются педагогами или дома по ютубу или сами как-то по книгам и т.д. и т.д. но придя на репетицию к примеру первый раз или даже не первый у них начинается так сказать культурный шок они не понимают что делать как найти общий язык какие слова подобрать как вообще играть какие ноты выбирать и что и как вообще сделать так как сдвинуться с мертвой точки сдвинуться с места и идти так сказать дорогой крутом ритм секции сразу в первых секунд так сказать и взаимоотношения Взаимоотношения с барабанщиком Сегодня мы как раз этот вопрос затронем Как играть с барабанами, какие ноты выбирать Что надо делать, как говорить, как себя вести И как сделать так, что ваша ритм-секция звучала круто И никому не, так сказать, по ушам не ездила Итак, давайте начнем Для наглядности нашего сегодня видео урока Я вам хочу сыграть два примера Один пример с нормальной игрой, так сказать С нормальной ритм-секцией И тот случай, когда бас-гитарист и барабанщик Понимают друг друга И второй пример, когда бас-гитарист и барабанщик не понимают друг другу он неудачный и вы можете сами определить какое какой пример хороший а какой нет давайте же посмотрим конечно же нормального взаимодействия нормальной игры с барабанщиком никогда не будет если вы не понимаете из чего состоит ударная установка какой инструмент за что отвечает и как вообще действует барабанщик по какому принципу для этого идеально бы самому разбираться играть на барабан к примеру чтобы не было такого что вы приходите на репетицию говорить вот сделал по штампу за потом бум-бум и в конце хрячь вот этого чтобы не было а чтобы было все научным языком давайте разберемся из чего состоит ударная установка и первое куда бросаются наши глаза это конечно же бас-бочка или бас-барабан или просто бочка как ее называют в простонародье конечно же как мы уже выяснили для бас-гитариста это самая главная часть ударной установки важнейшая это основа ритма по крайней мере во многих стилях уж точно далее у нас идет малый барабан или снейр в комбинации с бас-бочкой также является основой ритма и основой ударной установки далее по списку хай-хет вот такой вот вот такой вот инструмент с педалечкой педальчика зажимается тарелочки прижимаются звук можно менять соответственно тоже важнейший элемент ударной установки отвечает за время и темп песни помогает понять музыкантам как будет песня в каком темпе в быстром в медленном в среднем и вообще как будут выглядеть восьмые ноты и как вообще соответственно играть то есть здесь тоже у нас зашито огромное количество информации и также является основой ударной установки трудно себе представить установку без хай-хета можно без всего без чего угодно представить без томов там без крэша но без хай-хета будет обязательно идем дальше райд тарелочка райд находится справа от ударной установки и большинстве случаев выполняет схожий функционал что и хай-хет отвечает за темп и время в песне но за счет того что она чуть побольше у нее немножечко больше всяких звуковых окрасов ее можно даже как крэш иногда использовать то есть райд позволяет так сказать так сказать добиться еще больше красок в музыкальном музыкальном так сказать музыкальной картине добавляет больше красок идем дальше дальше у нас тут тома три тома два подвесных тома один напольный том как правило тома большинстве случаев используется для того чтобы играть какие-то бреки заполнения какие-то затакты и так далее то есть дополнительные элементы которые создают дополнительные краски и украшения в партию конечно же они не сравнятся по функционалу с бас-бочкой с малым барабаном с хай-хетом в большинстве случаев имеют второстепенное значение но тоже очень крутые вещи позволяют при виртуозном исполнении делать чудеса так сказать из музыки то есть это очень крутые вещи дальше у нас идет крэш крэш обычно тут даже два крэша обычно крэш ставится слева эта тарелка которая используется большинство служб для обозначения акцента в музыке как правило это может быть сильная доля или например какая-то синкопа чаще всего крэш используется одновременно синхронно с бочкой тут я не могу изобразить но они играются часто вместе для обозначения каких-то синкопов или сильных долей что увеличивает этот эффект и моешь звучание и последнее абсолютно не обязательно элемент там присутствует это чайна такая вот тарелочка она абсолютно не обязательно вот опять же позволяет добиться каких-то еще плюс определенных там красочек звучание вот такой вот смесь их крэша и райта в общем но это на любитель так сказать не обязательно этих знаний вам будет уже достаточно для того чтобы общаться нормально с барабанщиком понимать друг друга на одном музыкальном языке не тупить на репетициях и так сказать уже что-то начать играть нормально чтобы это не раздражало всех окружающих и с этого стоит начинать но это все теория теория красиво давайте перейдем немножко практике разберемся что нам надо дальше делать дальше нам надо понять какие инструменты являются приоритетными инструменты в барабанной установке для вас гитариста является приоритетными конечно мы же первое во что мы будем тыкать пальцем эта бочка если мы изучим всю музыку от зарождения до сегодняшних дней то наверно больше 90 процентов песен все все ритм секции этих песен будут завязаны на бочке вас играет с бочкой и это беспроигрышный выход это беспроигрыша схема который работает большинстве случаев если вы как новичок или продвинутый если вы продвинутый вы будете это не забывать если вы новичок вы это сразу возьмете на вооружение то ваша игра сразу изменится то есть вы начнете больше понимать больше и ваш аккомпанемент ваша ритм секс будет звучать лучше почему именно бочка почему бочка у нас является инструментом номер один для бас-гитары потому что в ударной установке бочка самый низкий инструмент и в ансабле как правило бас-гитара тоже занимает самый низкий частотный диапазон и вместе когда они сливаются образуется очень плотный низ очень плотная ритм секция и так сказать образует вот эту низкую основу все песни и другие инструменты просто не могут это сделать с бочкой также сюда же и подойдет ритм гитара или бэк гитара которая играет довольно тоже низкие рифы она также часто используется вместе с бочкой и дублирует бочку это можно увидеть во многих группах даже металл группка это металлика айди сапер на прям песня где ритм гитара рифа они дублируются с бочка это работает создает плотный низ плотную основу вашей песни низкочастотную основу а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...